Белорусская милиция 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 Технологии и сотни камер виды аназирания по всей области. Для дома за 100 год за техничные макшимости милиции изменились, а вот головная мыта и единости, безопасность людей, застается неизменной. Чтобы вспомнить минулое, оценить сучастность и зернуть в будущую неузнаходы 100-годового юбилея коллектива гомельской милиции, сустрылся на урочистом сходе. Дякую за отладженной работе этих людей, летость, узровень злочинности на гомельщине снизился, а до верносельництва до их працы взрос. За выдатную службу супрацовники милиции отримали новые звания и высокие узнагороды. До того же, подчас урочистого схода, а до мя облвоконкам областному управлению внутренних справ был урученный сертификат на умацнение материальной техничной базы. Я хочу поздравить этой большой круглой датой, высказать огромные слова благодарности нашим ветеранам, сотрудникам, которые обеспечивают и сегодня несение службы, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, достижение тех результатов, покоя, благополучия в семье и спокойствия на нашей белорусской земле. Святочное мероприемство, промеркованное до дня белорусская милиция, областным громадско-культурным центром собрало около 900 супрацовников органов и подразделения внутренних справ уменьшены. Однако, особливость свята белорусской милиции тем, что ее супрацовники никогда не могут собраться разом и справа не в отсутности отповедных залов. Нехто обовязково будет находиться на дежурстве, как забеспечить реализацию бодай самой головной силы – силы закона. Ганна Ковалева, Павел Антонов, Александр Харлампов, Телерадо, компания «Гомель». У истории гомельской милиции воголе шмат героичных сторонок. С ними мы знакомим вас у нашем специальном проекте, присвеченном 100 годзю с дня заснования белорусской милиции. Сегодня у центра уваги черговый колоритный сюжет. На протягу 100 годов супрацовники милиции Гомельской области добросумленно стояли на варте закона и парадку. Оказывали супрацовление бандформированием, рызыковали своими життями при затримании злочинцев. За проявленный героизм и самоданность профессии именами милиционеров, які загинули при выконании своих службовых обовязков и выратывали життям остатним, названы некоторые в улице областного центра. В 1965 году при затримании особливо небеспечного злодия загинул старший лейтенант отдела криминального вышеку Михаил Малайчук. Злочинцы оказав узброенное сопротивление оперативной группе милиции. Он был неодноразово осуджен за разбой и крадежи, а после вызволения с колонии здействовав жудостное злочинство относенных до 83-годовой пенсионерки. Спочатку обрабывал я ее, а потом, как замести следы, спали у хате. На рахунку забойцы были так само крадежи лесу, товары материальных каштовностей у сельских крам и коней мясцовых жихаров. Пушуковые мероприемства промусили злочинцу залегче на дно. И он отсеживал все свое сужительки у везцы Заболоцкая, Чачерского района. Было принято решение руководством направить на задержание преступника оперативных сотрудников отдела уголовного розыска. Возглавлял эту группу Сушинский. Вместе с ним выбыл для задержания Малайчук Михаил Федорович. При задержании старший лейтенант милиции Малайчук Михаил Федорович геройский погиб. Преступник был задержан, но, к сожалению, не стало одного из лучших сотрудников белорусской милиции Малайчука, в настоящее время именем которого названа улица города Гумеля. На проконце 70-х годов, минулого ста годзе, милиция Гумельской области сутыкнулася с новыми выкликами. Криминогенная палитра злочинства региона значно повеличилася. У Мазары долгий час трымал в страхе насильництва мясцовый моторист. Можно сказать, это был первый маньяк на территории Гумельской области. Машина нападала на жанчин, гвалтовала их, здесняв за бойства и рабованье. Замазки, яку юнзауседы, опранав подчас злочинства. Гвалтовника долго не могли затремать и прозвали Фантамас. Учитывая серьезность и сложность в раскрытии этого преступления, была создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников отдела уголовного розыска нашей области и управления уголовного розыска Беларуси. Проводилось патрулирование и прочие мероприятия. Несмотря на это, Фантамас продолжал свое черное дело. Было установлено, что на одной из продавщиц в универмаге потерпевшая опоздала свою кофточку. Было установлено, что эту кофточку этой продавщицей подарил ее брат Метлушкова Дан. И начались мероприятия по изобличению его в совершенных преступлениях. Благодаря решительным и смелым действиям, преступник был изоблечен в совершении более 30 различных преступлений, с которых 12 являются разбойными нападениями на женщин. Простыми не были для милиционеров Гомельщины и 90-е годы 20-го года. В связи с пирамидами и политическим становящим менялась и криминогенная обстановка. Повеличилась околькость организованных бандформирования, устали фиксоваться наемные забойства. Так, подчас проследования киллера, який открыл огонь по прохожему на привокзальной площади у Гомеля, загинули два патрульные милиционеры – Эдуард Сярогин и Константин Борисенко. Дякуючи их адвазии и самоданности, киллер так и не сдолил у тячей, однако смяродно поранил его проследователя. Увы, не кузлодзю был ликвидован, а именными Сярогина и Борисенко, у знак их мужности и героизму, названы в улице областного центра. Александр Гамоль, Александр Харлам, Паутеле, радиокампания, Гомель. Протягиваем выпуск. Комитет Державного контроля Гомельской области зарабил анализ проводимой у регионе работы по удоскональвании базы племенной живелогадовли. Сюродоасновных огученных проблем, порушений технологичных режимов и отсутность квалификованных кадров. Кольки молока недотрымала Гомельская область и чому у крамах не хапая якосная яловичины. Высветлял Алексин Серов. У центра уваги контролёров выники реализации республиканской программы по племенной справе уже вёлогадули и державная программа развития аграрного бизнеса. Термин деяния первого документа уже завершился. Реализация другого будет притягиваться до 2020-го по отсутности у сега сподприемства вёсе шесть четыре годы, кап навести парадок у Голине. Нельзя сказать, что становочих прикладов не иснуе, але в целом по области покащики поколь не такие высокие, як чекалася. Згодно с державной программой на 2011-2015 годы от кожной коровы плановалось отримать усердением шесть тысяч триста килограммов молока. На справе летость, гэта покащик не досягнув и пяти тонн. Яшегур ситуация за утворжище высокоякостной яловичины две тысячи тонн замест восьми тысяч запланованных. А в экспорте племенной дживёлы сегодня размова увагу линейдзе. При сучасных закупочных ценах, навык без вудику надбавок от кожной коровы, господарки не дотрымали молока на восемьсот рублёв. В целом по области гэта беньме унушальная сумма. У акционерам товарицы Прутковска над удовпаналюванием базы племенной дживёлы годовли прасуюсь не перший год. Молоко тут основный артикл доходов, який дозволяй очувать себе на рынку достатково упыльнено. Почас опошненько мониторингу, знажных порушеньев, специалисты державного контроля у гэтом предприемстве не выявили невеликой заваги тычинец оформления документов, а ле их худко ликвидовали. За 2015 год хозяйство надоело 5 тысяч 2 литры молока, за 2016 – 6.048, и на 2017 год у нас планка такая 6-100. Немножко увеличили, но и я думаю, что мы с этими показателями справимся. По коммунальным сельско-господаршим монетарным предприемствам 50-го БССР, так уж Калинковского района, ситуация супрас леглая. Но вот на новой ферме молоко хоть и сдают гатункам экстра, а ле надои от коров тут суправнали с надоем и откос. После опущенных визитов контролёров, керувника господарки от займаемой посады вызвали ли выконывающий обовязки директора Виктор Века, керувя господаркой только месяц, ле у причинных проблем поспел разобраться, каже, коли ненависти парадок с кадрами, господарка, якая некой была лидером у глине, у вугули трапить у категорию стабильных стратных. Самая проблема сейчас за техникой найти нам, чтобы она вот эти все вопросы смотрела. Кормление смотрела, воспроизводство стада, сортировку стада. То есть вот эти все вопросы надо просматривать и прорабатывать. Если этого не будет, то будущего здесь никакого не будет. Кадровое питание в справе развития племенной живилогодовли сегодня сирот самых актуальных. Молодые специалисты из других регионов после отпрацовки, как правило, о сподарках не застаются. У комитета, где контроль выполнены, необходимо делать ставку на властные кадры. Тем более, что на Гомельщине есть мягчимости для их подготовки. Дефицит за техниками асиминаторов составил около 75%. Техниками асиминаторов около 20%. При этом хочется отметить, что у нас в Речице есть сельскохозяйственный колледж, который готовит таких специалистов. Ну, имеется в виду техниками асиминаторов. И, в принципе, было бы желание направить туда лучших доярок, лучших работников фермы. За 3-4 месяца выходил бы специалист. Специалист, который бы не только занимался сельскохозяйственной работой, но зарплата была бы его уже выше, как специалиста. Ну, здесь надо желание, считаю, руководителя хозяйства. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель», Калинкевский район. Протягиваем выпуск. У Гомеля распачался широк святочных мероприемств, присвеченных надыходящему международному жаночему дню. Одним из первых веншаванье примали представницы профсоюзного актива Гомельской области. На урочистый сход были запрошены 75 жанчин. Это представницы профсоюзных обкамов за всей области, а также работницы разных предприемств и организаций. Кожная из них мая свое особистое досягнение и унесла пыльную кладу развития региона. Алихалонная их перемога – высобление пяшчоты, добрыни и прыгажости, захование семейного очагу и выхование детей. Подчас святочного мероприемства жанчинам были присвечены теплые слова, концертные номеры, подарунки и халоны, атрибуты свята – кветки. Есть такое выражение, что мужчина мыслит и мышление его глобально, а женское оно детально. И вот этот тандем дает определенные такие хорошие результаты во всех сферах. Я от всей души хочу поздравить вас, пожелать вам мира, здоровья, самое главное, вам, вашим близким, пожелать вам женского счастья. Никто еще не сказал точно, что это такое, но пускай оно будет в вашей жизни, и так именно, как вы у себя представляете, в полной мере. С праздником вас, всего самого-самого наилучшего! У Гомельским областным палацей творчасти детей и молоди отбылся гала-концерт регионального этапа республиканского гляда конкурсу «Правитание свет». У делу им приняли переможцы зональных туров, які проводились на протягу попередних двух месяцев. На сцене свою творчасть демонстровали навученцы установы агульной середней и додатковой эдукации Гомельской в области. Талиновитые детки во взросле от 6 до 18 годов самых розных кутков нашего региона. Среди них дарычи коллективы узорные, народные и аматорские. Выступления юных артиста у членной журы оценивали у шести номинациях. Переможцы областного этапа у огляду конкурсу «Детячая творчасть и привитание свет» проставить Гомельщину у республиканским финале, який отбудется у концы Соковика у Минска. Данный фестиваль проводится один раз в два года. Это уже четвертый фестиваль. Следует отметить, что в общем по области вырос уровень творческого исполнения детей. Приняло участие 35 тысяч учащихся. Все коллективы отличались какой-то своей особенностью. Сейчас идет отбор на республиканский галоконцерт. Мы уверены, что наши ребята достойно представят Гомельскую область на республиканской сцене. И мы можем им сегодня пожелать только удачи. Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаю вам только самого доброго. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин